Большая новогодняя распродажа в сети ювелирных магазинов у Золотой горы. Фейерверк скидок на украшения золота и серебра до 70%. Подарок даже за примерку. Адреса магазинов Ленина 15, Ватутина 30, Трубников 21, Торговые центры Пассаж, Марс. Новогодние скидки в Дарник Оптика на Ватутина 46 уже начались. На все очки скидки от 20 до 50%. Проверка зрения бесплатна. Дарник Оптика, Первоуральск, Ватутина 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. У нас на поселке Динос центральные места были вот здесь и стадион. После реконструкции действительно детям негде безопасно учиться кататься на велосипеде. Даже не разрешают на лыжах прокатиться. В той же секции, например, полиатлон. Было бы идеальное место для развития детского спорта. Идеальное место для спортивных мероприятий – это здание бывшей лыжной базы и прилегающий к ней стадион, говорят жители улицы Сантехоизделий. Они собрались, чтобы защитить старую, но очень нужную постройку. По словам людей, буквально на днях местные власти решили снести заброшенное здание. А ведь за него местная общественность боролась почти два года. И даже судились, чтобы администрация взяла объект на баланс. После того, как оно упало на баланс, глава города решила его продать за полтора миллиона рублей. Далее мы ходили по всем инстанциям, писали в прокуратуру, писали губернатору. Мы написали письмо о том, что готовы взять в аренду это здание, восстановить. Администрация решила не идти нам навстречу. Активисты несколько лет добивались права восстановить заброшенное здание своими силами. Планировали, что зимой в отреставрированном помещении смог бы разместиться прокат, лыж для детей и раздевалки. А летом хотели организовать секцию дворового футбола. Но у представителей администрации, которые пришли выслушать людей, ответ один. Здание непригодно для эксплуатации. Готовы взять его, готовы восстановить. Как восстановить, если оно аварийное? Ну подождите. Его нельзя эксплуатировать. А кто ответственность будет вести в администрации, если оно нужно? Вопрос, каким образом муниципалитет провел экспертизу? Ни одного аукциона на экспертизу не было. Это проводил стаж. Но с позиции администрации местные жители соглашаться не хотят. Я считаю, не нужно это здание сносить абсолютно. Если есть альтернатива, чтобы его попробовать восстановить, приводить им в спорт, в том числе обидно, что администрация не слышит людей, то, что им действительно необходимо. Нужно все это вернуть обратно. Ребятишек здесь очень и очень много у нас в нашем микрорайоне. На один из нас, как таковых, не пускают. Непонятно, где заниматься детям. Как выяснили общественники, территория здания бывшей лыжной базы принадлежала заводу с антихизделий. После его закрытия постройка оказалась никому не нужной и постепенно пришла в негодность. В 2012 году местные жители стали сначала ухаживать за стадионом, а спустя 6 лет и вовсе решили привести в порядок всю территорию, включая и само здание. Правда, поддержки местных властей так и не нашли. А в этом году администрация решила провести экспертизу заброшенного здания, которая показала, помещение нужно сносить. Результаты экспертизы говорят о том, что здание аварийное и эксплуатировать его небезопасно. Поэтому было принято решение о сносе этого здания, чтобы обеспечить безопасность жителям данного микрорайона. В дальнейшем вопрос о использовании данного земельного участка будет также рассмотрен, разработана концепция, проект. Снести здание бывшей лыжной базы администрация планирует уже в ближайшие дни. Появится ли на освободившемся земельном участке спортивный объект, пока неизвестно. Проект развития территории власти пообещали разработать в следующем году и представить его общественникам и жителям улицы сантехизделий. Кристина Сипьева, Владимир Махмутов, Интера ТВ. Кристина Сипьева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.